Константин Лукин на воселье здесь должен был справить еще весной. Лето на исходе. А квартиры это помещение назвать сложно. На данный момент ничего не сделано. Ни стяжка не залито, ни тут ничего не отшлифовано. Нету, как бы вот сделана проводка, минимум, ни розеток, ни там, никаких коммуникаций. Ничего не сделано. Это на тот этап, когда уже давно все сделано. В два дома в микрорайоне Университетский дольщики должны были заселиться в мае. Теперь им называют другие сроки. Дело в том, что разрешение строительства продлевалось. Всех уведомляли об этом. На сайте все это размещено, все эти документации есть. То есть в законном порядке вы можете до октября? Стройте до октября. Сейчас несколько заторможено строительство ввиду, опять же, отсутствия финансирования. Новые сроки, новый подрядчик, только лица все те же. Татьяна Зиновьева в том году строила с Эверестом, в этом с Русскомстроем. Названия меняются, персонал остается, включая всех разнорабочих. Выснять отношения сегодня пришли и они. Около полусотни строителей последнюю зарплату видели в апреле. Все строительные работы, которые требуются, мы выполняли. Что начальник говорил, то мы и делали. Отказов с нашей стороны не было. Верили, до последнего верили. Потом уже все подошли и сказали, чтобы писать за свой счет. Нет в конторе денег. Стройка заторможена, зарплата заморожена. В офис Русскомстроя пришли те, кто еще надеется получить все заработанные деньги. Руководство обещает, зарплату за май выдадут в ближайшие дни. Вопрос только в суммах. Есть черный зарплат, который ведет, и есть белый. Потому что за 13 тысяч никто работать не будет. Черные нам не отдали за апрель, как обещали. А если черные, то всем должны полосить по 100 тысяч. Да, всех заложено, с каждым по 100 тысяч. Атаки и дольщиков, и строителей сегодня должны были отбивать и подрядчик, и заказчик строительной компании «Велос». Но московский начальник встречу дипломатично отложил на неделю. Дольщики решили, на долгожданное свидание придут уже вместе с юристом. Оксана Корабельникова, Тимофей Астахов, ТВК Новости.